Последние дни охоты горячая пора для охот-инспекторов. Всего за несколько часов рейда проходит больше 300 километров, пристально изучая берега и попутно останавливая лодки. У охоты на уток и гусей своя специфика, поэтому таких охотников видно издалека. Служба охраны биоресурсов. Чего так выставились-то? Не пройти ничего. Внимание уделяют уже известным избушкам проверять лицензии, оформление добытой дичи, оружие. Обращают внимание и на собак. Брать таких нельзя. Могут разорить гнездо. На первый раз отделались устным предупреждением. Молодые были, может быть, и в руководительстве. Да, сейчас старики так поехали. Не болтайте, не рассказывайте. Всего хорошего вам. Опытные охотники жалуются, мол, с каждым годом утки все меньше. Не идет утка. Вот где она утка? Нигде нет. Былые времена здесь вообще идут. Эшелонами, эшелонами шли. Вспомнил молодость свою. А вот с нарушителями инспектор не шутит. Этого мужчину остановили уже под конец рейда. У него было заряжено ружье. Затвор. Идите за двор. Как выяснилось позже, это единственный нарушитель за все выходные. Говорит, поторопился. Но протокол все равно составлен. В преддверии закрытия весенней охоты на водоплавающей дичь граждане, охотники стали более сознательные. В этом году нарушений административных стало намного меньше, потому что проводится консультирование охотников. Перед выдачей разрешений, во время рейдовых мероприятий проводим консультации. С поверхности обеи, многочисленных притоков и соров, в небо взмывают лебеди и утки всех мастей. Дальше птицы определятся с парами, сядут на гнездо и будут ждать потомства. А значит, охота под запретом. Анастасия Альденбургская, Владимир Зелинский, программа «Время Ямала».